Здравствуйте! Очень приятно всех вас видеть. Я, честно, не ожидала, что будет столько человек. Очень приятно. И я действительно пришла сюда представить свою книгу, которая успела выйти до Нового года, как подарок мне на день рождения. И сейчас, когда все уже отдохнули, покушали и встретили праздники, самое интересное — задуматься о пище духовной. Я так думаю. Если честно, я даже не знаю, о чем вам интересно было бы поговорить. Обычно мне задают вопросы, я отвечаю. Наверное, так будет проще, чтобы было в рамках какого-то диалога, потому что я не артист, я не моноспектакль, поэтому мне очень хотелось бы говорить с вами и отвечать, и рассказывать то, что вам было бы интересно. Наверное, так будет правильнее. Есть ли вопросы? Пожалуйста, дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку, я передам вам микрофон, и вас будет хорошо слышно. Но пока я не вижу особо рук, возможно, все немножко растерялись. Ну, давайте я отвечу, знаете, у меня был один поклонник, сейчас одна моя подруга, вот, перестану скрываться за спинами своей одной подруги, расскажу историю про себя. Был у меня один поклонник, который пригласил меня в кафе и очень долго разговаривал, говорил, говорил, я не могла вставить ни одного слова, потому что он оказался болтливее, чем я. Вот, это большая редкость найти такого человека. Вот, и в какой-то момент он остановился и говорит, слушай, я вот сколько смотрела на тебя по телевизору, никогда не думала, что ты такая молчаливая. Я говорю, здрасте, я не успеваю вклиниться, ты очень много говоришь, ты очень много, как бы, вещаешь. Он говорит, ну, правильно, я ведь даю ответы на еще не заданные тобой вопросы. Вот, примерно так я сейчас буду делать. Отдам ответы на еще не заданные вами вопросы. С чего вообще родилась эта книжка? И когда я начала писать стихи? Я начала писать их с детства. Мне было лет пять, когда я написала первое стихотворение, очень смешное, про шоколадный домик, в котором жили гномики. Я до сих пор его помню наизусть. Вот, как, ну, одну из немногих своих стихов, которые я помню наизусть. Вот, и тогда, естественно, это были детские стихи, мои родители были безумно рады, говорили мне, какая я талантливая поэтесса. Вот, а дальше за дело взялся мой папа, который был тоже, и почему был, есть поэт. Вот, он любит писать стихи. Видимо, этот какой-то талант или способность я унаследовала от него. И он решил, что поэтический дар – это то, что можно как вот занятие на пианино или спорт с усилиями воли родителей заставить ребенка, значит, в себе развивать. И он начал заставлять мне писать стихи. Делал он это методично. Вот, заставлял, например, раз в неделю ты должна принести мне поэму. Вот, я помню, однажды мы с мамой поехали отдыхать куда-то в Крым, и папа сказал, что ты не вернешься, пока не привезешь поэму с собой, роман в стихах о своем отдыхе. Естественно, я ничего не принесла, но отдых был подпорчен, потому что каждый день я с ужасом думала, что мне будет за то, что я ни строчки не написала. Вот таким своим усердием и рвением он, собственно, заглушило во мне все желание писать стихи, потому что это у меня стало ассоциировано с каким-то стрессом и обязаловкой. Вот, все, что я должна сделать, почему-то мой организм отказывается выполнять. Вот, я думаю, что среди вас много есть людей с такими особенностями. И я перестала писать стихи. И в какой-то момент опять начала в подростковом возрасте, когда первая любовь, там, морковь, мальчики. Я писала слезливые такие девичьи стихи. И однажды мы с подружками, которые уверяли меня, что у меня есть талант, ну, подружки всегда любящие в этом уверяют, мы, значит, решили пойти на какой-то конкурс в парке Горького. Был российский или советский, тогда, я не помню, это было советское время, конкурс поэтов. Мы с подружками приехали, а там такие дядьки стоят, бородатые читают стихи о родине, о русской березке. Вот, и я со своими девичьими стихами вышла, гордо прочитала, зал тактично промолчала, эти все мужчины почесали в бороде. Вот, естественно, никакого места я не получила, даже приз зрительских симпатий не взяла. И я решила, что стихи это вообще не мое, раз меня не оценили на конкурсе талантов. Вот, и благополучно опять прекратила их писать. На очень долгие годы, где-то это было, мне кажется, лет в 17, вот эта вся моя история, на долгие годы я прекратила это дело, но я не прекратила писать, просто я писала не стихи. Я писала, например, все подводки для своей программы «Секс Анфиса Чеха», все истории про одну мою подругу, все вот эти вещи писала я очень долго, и очень иногда в буках, даже издала книжку по мотивам написанного. И к стихам вернулась не так давно, мне кажется, года два назад, когда по случаю не очень хорошему у меня родились первые стихи, вот, когда ушла в мир иной Жанна Фриске, и у меня вот как-то родились стихи по этому поводу. И все, фонтан открылся и больше не прекращал, больше не затыкался. И теперь они из меня приходят по разному поводу, вот, приходят, иногда меня ими тошнит, это когда что-то наболело, какой-то стресс, и вдруг вот вылез стих, и мне стало лучше, и облегчилось. Вот, иногда я просто смотрю в окно, или вижу какую-то пару, или слушаю какую-то человеческую историю, и рождаются стихи. Естественно, я до этого читала много поэтов, в юности я зачитывалась сначала Есениным, потом это была Ахматова, Цветаева, потом я очень полюбила Веронику Тушнову, и просто знала все ее творчество наизусть, и мне она нравилась тем, что она такая простая, и она, ой, что случилось с микрофоном как-то, да? Все слышно? А, у меня монитор, наверное, сделали потише, что она очень простыми вещами пишет о очень глубоких и тонких историях, у нее нету какой-то очень сложной, сложно объяснимой лирики, она, мне всегда казалось, что очень сложные вещи можно объяснять просто, что в принципе Вселенной все устроено настолько просто, а человек все усложняет, и поэтому мне очень всегда нравилась поэзия, довольно простая по своей структуре, но говорящая о глубоких вещах, то есть не словоблудие, когда очень много красивых слов, а ты не понял, что, и тебя не затронуло, а я любила всегда поэтов, которые прям вот, ну, такие душевные, за душу берут, а потом уже в современной поэзии мне очень нравилась и Вера Полоскова, и Астахова, и Катарина Султанова, и есть еще Александра Ардова, их много, Марина Коцубова, все вот эти поэтессы чудесные, благодаря им тоже я нашла в себе силы продолжить писать стихи, потому что, знаете, как поэтически, да, вот меня часто спрашивают девочки в соцсетях, я тоже пишу стихи, скажите, как мне начать, ну, перестать бояться, что это нехорошо, и начать публиковать их, рассказывать людям, как мне развиваться в этом направлении. Я всегда советую, это как, если вы хотите стать юмористом, смотрите побольше юмористических шоу, потому что любая, любой талант, он как и мышца прокачивается, и если вы хотите быть в юморе, значит, шутите больше, смотрите юмористических шоу, если хотите писать, то читайте стихи других людей, хорошие стихи других людей, потому что благодаря этому вы, ну, как бы вас что-то, какое-то вдохновение посещает, вы начинаете фонтанировать. Вот я лично сначала всячески зачитывалась стихами современных поэтесс, а потом это вдохновляло меня тоже что-то делать в этом направлении. Вот. Вопросы не появились еще ни у кого? Есть вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Немножко из другой области. Я вот веду в моем издании рубрику о вкусной еде. И просто наши читатели, многие, они видят, как вы хорошо выглядите, и вот хотел узнать, какое ваше любимое блюдо, и как вы его готовите. А, не видишь, что я люблю покушать? Рецепт вашего любимого блюда. Нет, вы наоборот хорошо. Вот как вы, какую диету соблюдаете, для того, чтобы так хорошо выглядеть? Странно от мужчин услышать этот вопрос. Да, просто такая рубрика. Если можно немножко расскажите, спасибо. Я действительно гурман, я люблю вкусно кушать, но не могу сказать, что я люблю готовить. Вот, я люблю, когда я вкусно кушаю, а вкусно готовит тот и другой. Но, конечно, когда я нахожусь в стадии, ну, как это называется, в стадии женихания у мужчины, а у женщин в стадии, ну, когда ты вот влюбилась в кого-то, и у вас начинаются отношения, вот тогда во мне просыпается кулинарная муза. Видимо, вот эта вот теория, что путь к сердцу мужчины через желудок заложена в женщинах на генетическом уровне. Вот тогда я люблю готовить. Но до поры до времени, когда уже отношения притекают в фазу замужества, моя муза улетает. И я перестаю готовить. Вот. Из моих любимых блюд у меня есть всего три или четыре фирменных блюда, и я всегда их готовлю. Я ими поражаю. Вот. Если меня попросят что-то новенькое, то это будет проблема, я полезу по гуглю. Вот. Я люблю готовить мое самое первое коронное блюдо, я его сама придумала. И я раньше давала даже в журналах о нем интервью, и говорила, что вот просто все... Сейчас, сейчас призналась, сейчас, сейчас спалилась, я сказала, что я всем готовила это блюдо, своим мужчинам. Да, так было. В общем, всем очень нравится. Все говорят, что да, боже, это что-то, это что-то. Вот. Курица с персиками. И рецепт ее очень простой. Правда, я давно не готовила, могу забыть. Куриное филе, я сейчас не ем мясо, поэтому, ну, уже не помню, как оно выглядит. Куриное филе, консервированные персики, сельдерей, помидор, сметана и какие-то приправки. Вот кажется так. Да, и все это вот по очередности добавляется, и получается очень вкусное блюдо. Такое... А, еще забыла, еще перцы болгарские. Вот, да. А так еще я люблю готовить фахитос, тоже мясное блюдо получается. Супы люблю варить и рагу делать из овощей. Да, а, еще салат из руккола с креветками. Все, весь свой арсенал причислила. Больше, больше нечего. Спасибо, у нас есть еще вопрос. Так приятно, что мы у вас спрашивали. Я допустил ваше объяснение еще тем, что вы, видимо, предпочитаете нераздельное питание. То есть, в смысле, не одна едите, там, вот это, а с мужчиной. Да. И это очень полезно. Я думаю, что еда и секс все-таки удовольствие, которое нужно с кем-то разделять. Да, ну, в общем, меня удивило то, что, конечно, может быть, по пыхах вы писали эту книжку, и нет особого предисловия к тому, что вы написали. Вот, я не из тех, кто много хвалит, особенно вот поэтов, особенно, ну, бездарных, в общем, графоманов, эти, которые пишут, черт знает что. Вот, вы мне похожи на неупиваемую чашу. Вот, вы пишете, пишете, и все лучше и лучше. Это большая редкость в наше время. И хорошо, что вы все-таки цвета его не любите, потому что это обесельница. Она не учит людей радости жизни. Вот, я набросал много мыслей, но сейчас это все спуталось. Я как аутист, значит, тоже не всегда умею много говорить, а больше пишу. Вот, ну, что я еще хотел сказать. Ну, вы не похожи даже вот на Дмитрия Кедрова, который графоман, он пишет, но он профессор, понимаете. Да, он прославлен во всех странах, и он вообще как, я не знаю что. То есть, рядом с ним вы выглядите гораздо лучше, не потому что в красном, да. Вот, у вас даже есть как-то Ярославна, понимаете, то есть, с мудростью ее, и китайская, так сказать, мудрость проскакивает вот эти танки. Да. Я сейчас расплачусь. Давно мужчины так тонко не рассмышляли о моей поэзии. Ну, я бы мог сказать больше, но, в общем, вкратце, значит, пишите больше. Спасибо огромное. Мне дико приятно. Что касается того, что писал Илья в спешке, ну, ну, два года с лишним, если можно сказать, что спешка, предисловие действительно почему-то не написала. И вот вы сейчас мне сказали, и я вдруг... Меня вдруг осенило. А почему я, собственно говоря, предисловие не написала? Странно. В следующий раз... Да. А, другой кто-то. Вы знаете, у меня, мало того вам скажу, открою тайну, в книге есть и ошибки, и в одном стихе просто не туда вставили даже целое слово, из-за этого сбился ритм. Я очень по этому поводу переживала, с другой стороны, я подумала, что в этом мире, в принципе, у каждого из нас есть хоть какой-то недостаток. И если бы мы все были без... Ну, идеальные, наверное, было бы скучно жить. И я решила, что в моей книге тоже есть какие-то недостатки. Их, может быть, вижу только я, потому что никто вот сейчас на вскидку не скажет, где это слово ставили, не туда. Но я, как перфекционист, конечно, вижу, как, ну, когда это твое детище, и вдруг твоему, значит, новорожденному сыночку пришили глаз на попу. Вот. Для меня это, ну, ощутимо. Кто-то не заметит. Ну, такое бывает, наверное. Это моя первая книга стихов, я не знаю, как у других, но вот у меня ошибочка там есть, не от меня зависящая, и, в общем, как-то так случилось. Вот. Да, я вообще даже не претендую на грамотность, хотя у меня бабушка, учительница русской литературы, и она бы вот очень расстроилась, будь она жива, что я допускаю ошибки в своих текстах. Но я по этому поводу не переживаю, ну, вот так вот, как оно есть. Потом, когда я пишу, мне кажется, что в этот момент, извините, что я вам спиной прям стыдно вдруг стало, неожиданно, видимо, прожгли меня. Вот. Я просто, когда пишу, мне кажется, я вхожу в какой-то поток, потому что пишу, ну, вы как человек, который вы говорите, пишете лучше, чем можете сформулировать, сказать словами, я и говорю вроде нормально, но когда пишу, ощущение, что не совсем я это делаю, потому что просто через меня идет какая-то информация, и я ее записываю. Есть такое иногда ощущение, и поэтому, извините, в этот момент об ошибках не думаешь, и все вопросы к тому, кто через меня передает. Вот это он пишет с ошибками, я просто его рукой вожу своей рукой. Вот. Ну, что касается, во всяком случае, каких-то философских мыслей, которые мне приходят иногда в голову, ну, тут точно они, не могу сказать, что абсолютно мои, потому что если вдруг я записала и случайно стерла, повторить это я не могу вообще никак. Я даже не помню, о чем я писала. Вот это, честно, у меня бывает. Со стихами попроще, все-таки над ними я иногда сижу, иногда они выходят сразу, иногда я думаю, иногда подбираю рифму. Но лучше, конечно, всегда получают стихи, которые сами льются без усилий. Спасибо большое за ваши комплименты. Мне очень приятно. Спасибо большое. У нас есть еще вопросы. Еще? И тоже от мужчины, боже. Да, ну, видимо, поклонники ваши тут собрались. Выглядите вы прекрасно, Анфиса. Я, кстати, когда-то в вашей передаче там снимался тоже с Анафисой. Мы с Чехом. Ну, вообще, я поэт и прозаик, серьезный человек. Поэт, спросить в какой истории. Ну, это да, это очень тонкий момент. Поэтому я просто по поводу вашей книги. Я вот почитал, посмотрел, интересные стихи, во всяком случае, какие-то даже глубокие мысли, все глубокие чувства там у вас как мозаики выстроены. А вообще, вот я как автор, то есть член Союза писателей, автор семи книг, хотел вам такое, два таких, как бы, наблюдения. Во-первых, было бы хорошо, если бы вы дали название общей книги. Вот знаете, как Вознесенский, Дубовый, Листвия, Ланчельный называл. Надо было кому-то даже там поручить, чтобы вам вот это сделали. Портрет прекрасный, конечно, на обложке вообще. И технически все сделано. Это издать, что хорошее, Эксмой. У меня там детектив когда-то выходил. Это делало, это портрет делало не издательство. Это фотограф Дарья Булавина, которую я лично нашла. Да, да, да. И мы с ней лично придумали эту историю. А издательство с нами согласилось. Ну вот по поводу корректора, там вот действительно вы правы, что они немножко там недоработали. Но то, что вот одно я нашел плохое, это проклятие в крик. Надо проклятий крик, а не проклятий. Потому что проклятий, это уже, сами понимаете, не литература. Спасибо, что вы так внимательно изучили. Бессонно приятно. Да, ну в общем, я надеюсь, что вы еще будете создавать стихи и более технически там будете их наждачком проходить, так сказать. Я, вы знаете, проверяла, мне кажется, что я проверяла каждую букву. Мне даже казалось, что меня скоро возненавидит редакция, потому что я придиралась к каждой запятой. Но, к сожалению, вот что-то все равно пропустила. Мало того, неправильно объяснила, куда, где заменить какое слово, и произошла неразбериха. Наверное, это от неопытности. Потому что самое смешное, что у меня дедушка всю жизнь работала в издательстве, и мама с ним вместе. И я почему-то не подумала у них спросить, что, как это делать. Потому что они-то собаку на этом съели. Они знают, что и ошибки бывают, и что надо и то посмотреть, и все. Но почему-то не додумала. В следующий раз буду мудрее. Спасибо большое за замечание. Очень приятно, что вы так внимательны. Я, кстати, еще знаете, о чем забыла рассказать? О чем должна была в первую очередь? Об иллюстрациях к этой книжке. Дело все в том, что как вообще появилась идея с иллюстраторами. Я визуал. И мне, ну, как вы понимаете, если я, в принципе, в Инстаграме уже больше пяти лет, и кто-то меня читает, потому что для меня очень важны образы. Фотографии, вот снимки. Я через них вижу, ну, показываю свою жизнь. И поэтому в этой книжке мне тоже хотелось не обойтись без иллюстрации. Но издательство мне предложило, и, наверное, это нормально, и поэты многие это делают, особенно если поэт известный человек, чтобы книжка была украшена фотографиями известного человека, то есть меня. Я там в ромашках, я на лугу, я красивая в профиль, красивая в анфас. Но я и так в Инстаграме, как и все, кто там сидит, страдаю нарциссизмом, без конца снимаю саму себя. Вот, от этого уже, от этого уже тошно. И хотелось, если уж речь идет о каком-то творчестве, чтобы и в картинках было творчество, а не просто красивая я в разных позах. Вот, поэтому, когда эта мысль у меня возникла, я залезла в Инстаграм. Естественно, куда же еще, потому что я привыкла там искать всю информацию. И начала вводить разные хэштеги и искать художников, иллюстраторов. Я просмотрела, я даже не... Ну, мне кажется, порядка нескольких тысяч, мне кажется, этих сайтов, картинок, художников. Причем смотрела долго, потому что художники много рисуют на заказ, а когда делаешь на заказ, не всегда от души и, ну, картины не отражают личность или индивидуальность художника-иллюстратора. И вот среди там, например, долгого ряда собачьих, кошечек, там, каких-то открыточек с Новым годом, вдруг в конце ты налистываешь его картину, которую он делает сам, ни на потребу, ни за деньги, и понимаешь, что вот оно, это шикарно, я хочу этого художника себе в книгу. Я просто задумала такую идею. Во-первых, мне очень хотелось собрать несколько разных художников, потому что мне, как и мои стихи, так и, в принципе, вся наша жизнь, она разная. Ну, она не в одном стиле. Сегодня ты в таком настроении, завтра ты в другом. И стихи тоже у меня бывают в одном стиле, в другом. Мне хотелось, чтобы совершенно разные были картинки, в разных жанрах, в разных стилях, в разные чувства, чтобы передавали разные художники. Поэтому я именно не одного пригласила иллюстратора, я взяла, получается, порядка 40, да, Настя? Сколько у нас? 40 с чем-то иллюстраторов? Даже больше. Даже больше. В общем, здесь написано, что 50 иллюстраторов, по-моему, в аннотации. Ну, где-то примерно так. И этим иллюстраторам мы стали рассылать стихи с просьбами написать то, что душенька пожелает. Главное, чтобы, ну, какая-то героиня была похожа на меня, поскольку стихи мои, авторские. И вот, я просила их, значит, рисовать каких-то мужчин, о которых там есть стихи. Вот, и рассказываю всем очень анекдот, что в итоге в этой книге просто художники, которые не знали ни меня, ни мою жизнь, ничего вообще, они нарисовали мужчин, ну, практически большую половину, да почти всех моих бывших. Вот так. Не знаю вообще, как они выглядят, потому что официального бывшего все знают, а вот каких-то, которые были до, да, никто не знает, они очень получились похожи, просто одно лицо. Как будто кто-то вошел в мою жизнь и посмотрел, пролеснул как вот альбом. Это удивительно, это какое-то совпадение, это то, как меня прочувствовали художники. Вот, и это тоже мистика вот этого всего. Среди художников, они все из разных стран. Есть девочка из Японии, естественно, русскоговорящая, потому что англичанам, англо-японоговорящим, я не могла отправить свои стихи, просто они бы не поняли, на что рисовать картинку. Был там мальчик один, лет 18, да, Настя, сколько ему лет? 18 лет. Я посмотрела картинки, просто художник, думаю, прекрасно, пишу, значит, своей помощнице, отправляем ему запрос. И он в таком счастье начинает там писать, боже, Англеса Чехова мне написала. И мы как-то по вот его реакции поняли, что там довольно молодой человек. Стали смотреть 18-летний мальчик. Я думаю, господи, какой же стих ему отправить? У меня же это такое все, лудить не поймут, наверное. Я отправила ему самый невинный стих, там про мышей, бабочек. Вот, и он нарисовал чудесную картинку. И были художники, которые, нарисовав одну картинку, просились еще. И у нас в книге есть работа одних и тех же художников. Вот, были картинки, не скрою, которые не были нарисованы специально для моей книги, но когда она уже уходила в печать, многие художники говорили, да-да-да, работу задерживали. Все, кто когда-нибудь сталкивался с иллюстраторами, знают, что они люди такие, как и любые творческие люди, в сроки не всегда укладывающиеся. Вот, и в итоге, когда я понимала, что, может быть, недобор, или для какого-то стиха я очень хотела картинку, а иллюстратор ее не прислал, я выбрала несколько картинок еще с, уже существовавших до написания книги, но которые идеально отражают мои стихи. Вот, мне кажется, что, ну, я лично довольна результатом, который получился благодаря иллюстраторам, потому что каждая картинка, она не похожа на другую. Кому-то нравится в таком стиле рисунки, кому-то в таком, но так или иначе, они идеально подходят под мои стихи. Вот, поэтому спасибо вам огромное за то, что откликнулись, проделали такую работу. Эта книга, она, получается, такое коллективное творчество, и действительно здесь люди творили не по заказу, потому что многие иллюстраторы говорили, господи, какое счастье, нам не признали ТО, там, ТЗ, что надо писать, потому что сейчас понятно, что многие работают, иллюстраторы, за деньги над чем угодно, и не всегда им это нравится, а тут им просто сказали, творите. Вот вам стих, что чувствуете, то и рисуйте. И самое интересное, что я практически ни одного стиха не забраковала. Ну, пару раз там не попали совсем в мое представление о прекрасном, но в целом все картинки были отлично прочувствованы, нарисованы, и огромное спасибо людям, которые ввязались в эту авантюру вместе со мной. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Анфиса, подскажите, в чем вы черпаете вдохновение? Ой, спасибо за вопрос. Это правда очень важная история про вдохновение, потому что каждому из нас для того, чтобы что-то делать в своей жизни, нужно где-то черпать вдохновение, и я не исключение, из разных совершенно источников. Иногда чувствую вдохновение, черпаю вдохновение из событий, происходящих в моей жизни. Вот все, кто меня читает где-то в соцсетях, думают, что, в принципе, я всегда все, что пишу, это все обо мне, и, скорее всего, это обо мне с моим бывшим мужем, потому что, в принципе, кроме него никто никого не видел никогда, и все думают, что все мои стихи, значит, это страдания по бывшему мужу. Нет, друзья, не все совсем, ну, может, парочку есть каких-то стихов. Очень много стихотворений я черпаю, как из жизни, какие-то просто пишу, глядя на картинку. Вот бывает, надо выложить фотографию в Инстаграм, думаю, давно я не писала стихов. И вот просто иногда, глядя на фотографию, я могу что-то родить. Вот, иногда, когда путешествую, глядя в окно, глядя на пейзаж, иногда мне подруга звонит, рассказывает свою какую-то историю драматическую, и у меня рождается какой-то стих. Иногда я посмотрела фильм, и у меня пришло вдохновение. Иногда я прочитала книгу, и оно пришло из разных источников, но в любом случае там, где твои эмоции задеваются. То есть когда, у меня был какой-то период, когда я, например, ну, скажем, была лишена каких-то эмоций, я была очень сильно в работе, ну, такие периоды случаются, когда просто нет даже сил расстроиться, удивиться, потому что ты как робот. Одно, второе, третье, четвертое, и в итоге творить в таком состоянии невозможно. Писать, вообще, из тебя ничего не вылезает, потому что нет эмоций. Ты просто как ездавай лошадь, пашешь, 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 пашешь. Для того, чтобы все-таки писать, нужно испытывать эти эмоции. Они либо от людей приходят, либо это эмоции других людей, которым ты сострадаешь, или которых ты понимаешь. Вот. Я, например, часто пишу действительно для своих подруг. Вот она мне рассказала что-то, из меня вылилось, я ей тоже отправляю, говорю, это тебе. Ой, спасибо, буду над ним плакать. Вот. И вот как-то так. Да. Могу говорить бесконечно. Так что, если еще есть вопросы, пожалуйста, если есть вопросы, достаточно ваши. Ой, я сейчас подбегу одну секунду. Простите, а там есть барабан? Девушка, девушка. А можно мне кофе? Мне обещали и не сделали. Вот. Сейчас все будет. Спасибо. Анфиса, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему такие грустные все стихи, потому что вот сейчас вы вроде бы такая солнечная, красивая, веселая. Вот будет ли в будущем более позитивные какие-то вот отражения от себя, которую, мне кажется, люди, многие хотят позитива больше. Как вы считаете, у вас или грусть все-таки больше присуща для вашего творчества? Я, честно говоря, не знаю, что присуще для моего творчества, ровно как я не знаю, что присуще для меня, потому что, ну знаете, как обычно, клоуны всегда в жизни грустные люди. Например, грустные какие-то артисты, играющие трагические роли, все время ржут за кулисами, и очень веселые, позитивные люди. Злые герои всегда в жизни добряки. Но так как-то складывается, наверное, что то, что мы не реализуем в жизни, потому что в жизни-то я не грустный человек, конечно, я, может быть, какая-то память души, я не знаю, потому что, если честно, ну, многие вещи во мне глубоко отзываются, и чужие трагедии, истории, плюс я очень люблю наблюдать за людьми, я, в принципе, родилась человеком с таким психологическим взглядом на жизнь, наверное, как режиссеры и поэты, они чем-то похожи. В любой ситуации я наблюдаю за людьми, вот сидите на припарушке, я уже давно наблюдаю, такая милая, и пока говорю о зрении, вижу их и смотрю, как они друг на друга смотрят, потом это на что-то, на что-то меня натолкнет, может быть, и я, наверное, вот основные эмоции, такие яркие во мне, вызывают, наверное, какие-то грустные истории, я не могу это объяснить, потому что писать, у меня в жизни не было стихов, травка зеленеет, солнышко вылестит, с кем-то ласточка с приветом к нам летит, почему-то у меня не рождаются радостные стихи, у меня эмоций нет, потому что когда я радуюсь, я эту радость проживаю, правильно, то есть когда вот, не знаю, я с друзьями радуюсь, у меня нет желания отойти в туалет там тихонечко и настрочить стихи, я наслаждаюсь радостью, а когда я вдруг какую-то историю грустную или какую-то мысль грустную словила такую, даже не грустную, иногда у меня стихи очень как раз такие нейтральные, не грустные, они с такой, может быть, легкой печалью, вот, они, почему-то у меня вызывают эмоции, хочется писать стихи, это необъяснимо, почему все поэтессы писали грустные стихи, вот Ахматова, Цветаева, Тушнова, все грустные, на их... Там время такое было, нет? А, сейчас думаете лучше, от времени зависит. По всякому. Вы знаете, не грустные стихи пишут мужчины, вот, Пушкин, Лермонтов, у них много таких на смерть царю, а, ну это тоже грустные, сори, ну, в общем-то, какие-то такие вот, держава наша, любимая, солнышко блестит, в мужских стихах чаще встречаются, все женские ПТС, на которых я воспитана, в принципе, априори веселых не пишут, я не могу вспомнить, если кто вспомнит, исправьте меня, поправьте меня, но я ни у Ахматова, ни у Цветаева вообще не помню веселых стихов, у них вообще там были, как вы правильно сказали, просто депрессуха на депрессухе, мне кажется, мне до них еще грустить и грустить, у меня как-то полегче получается, но в целом сложно сказать, вот, внутри меня живет такая встроенная немножечко Ахматова, которая иногда вылезает и придается светлой грусти, я, честно говоря, не могу, когда мне плохо, или вот бывают моменты грусти и тоски, такое вот, то, что люди называют, да, грустью и тоской, у меня не пишутся стихи, все вот эти свои грустные стихи я пишу как раз, когда мне хорошо, но тут легкая грусть заполонила мое сердце, если я вовлечена в эту ситуацию и страдаю или что-то вдруг такое в моей жизни происходит, я писать не могу, поэтому объяснить сложно, но вот какая-то такая информация из меня исходит, если я однажды вдруг начну творить веселые стихи, я вот прям, как вас зовут? Алексей. Прям лично пишу в предисловии, спасибо Алексею за то, что надоумил меня писать веселые стихи. А вот еще здесь. Одну секундочку, можно здесь мужчина, ладно? Какие активные мужчины, боже, господи, услышал мои молитвы, мужчины. Анфиса, Аккуратно активные, спасибо. Я хочу сказать, что ваши стихи очень современные и тонкие, тонкие, тонкие. Вот я стихи люблю, поэтому тут, в общем-то, жизнь вот в этих стихах. Спасибо большое, огромное удовольствие. И хотел вас спросить, как можно надеяться, вы дальше будете писать стихи? Спасибо большое. Мне, во-первых, мне жутко приятно, действительно, что мужчины читают мои стихи. Я, если честно, я пишу, мне казалось, я вообще для женщин пишу, что мужчины меня не поймут. Это огромное откровение, может быть, даже вы, вот то, что вы пришли и говорите, что вы читаете мои стихи, перевернет всю мою жизнь, потому что я пойму, что, оказывается, мы с мужчинами, мужчины понимают мой язык. Я говорю, начиная с папы, мой язык мужчины не поэтический, вроде бы, не понимали. Так ужасно приятно. Очень прекрасно. И я хотел бы еще один вопрос задать, тоже интересный. Но в свое время Пушкин как-то писал там что-то презренный прозой говоря, но в середине октября что-то в деревне скучно, грязь и насти. Вы презренный прозой не собираетесь писать? Слушайте, какие глубокомысленные вопросы. Спасибо, я сейчас на них отвечу. Я уверена, что я продолжу писать, потому что пока книга выходила в печать, я уже иначе как родила, я не могу сказать, потому что стихи, они как дети, они из меня рождаются. Я еще родила несколько стихов, которые уже не успели войти. Я редакторам просто, меня попросили написать несколько новых, которых нигде не опубликовано было, и я вот так вот вдогонку им их металла, металла, как икру. Они говорят, остановитесь, у нас уже перебор по странице, много, много. И они продолжают, конечно же, приходить. Я не испытываю пока творческого кризиса, может быть, потому что есть где черпать вдохновение из разных жизненных историй, вот, и уверена, что еще что-то будет. А по поводу прозы, меня давно уже ждут книгу в прозе. И мало того, год назад я уже подписывала даже какой-то контракт с Эксму, они уже не помнят, слава богу, вот, не говорите никому, но ничего не написала. На тот момент я планировала уехать вместе с мужем и с ребенком куда-нибудь к морям, потому что для того, чтобы писать в прозе, она из меня не рождается так легко, как стихи, ну, она более сложная. Поскольку, опять же таки, прозу нужно опирать на свой жизненный опыт, то и описывать книги, меня просили писать именно книгу психологическую, какую-то философскую, мотивирующую, то есть, как любить себя, как вот для женщины, опять, вот, как, собственно, развиваться, как принимать себя такой, какая есть, на моем жизненном опыте, то есть, вот там, с детства до вот сегодняшних дней, то все-таки воспоминания жизненного опыта требуют такого уединения, когда ты сидишь, из тебя эти воспоминания льются, и когда приходит музыка, ты отходишь и пишешь. И я собиралась ехать куда-нибудь на Бали вместе с мужем, с ребенком, но неожиданно грянул развод, и жизнь, я так решила, что жизнь дает мне новые, ну, новые главы для моей книги, вот, которые нужно прожить, и когда я их проживу, и когда будет момент, я опять куда-то поеду к морю, осуществлю свое желание и все-таки напишу эту книгу, потому что этот договор я подписывала больше, ну, два года назад, и до сих пор ничего не родилось, только стихи. Но постольку, поскольку все экстрасенсы, которые встречались на моем жизненном пути, вот, всегда мне говорили, что самый большой, скажем, такой, ну, самый, ну, как сказать, большой пик популярности в моей жизни будет, когда я начну писать книги, то, наверное, я к этому рано или поздно приду, если им верить. Вот, я пока наблюдаю, как все движется, куда. Но пока, пока только стихи. Проза жизни пока в моей жизни. Большое спасибо. Я как мужчина скажу, вы прекрасны и ваши стихи прекрасны. Спасибо большое. А вот отойдите в эту сторону. Лечу уже практически подлетаю. Мне даже неудобно вот здесь. Сейчас я почти здесь, подождите. Я стою всегда спиной, микрофон не доходит. О. Скажите, пожалуйста, как вы проводите... Можно? Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы проводите свой досуг? И, кстати, вы тоже говорили о том, что вы к морю ездите. А еще, как вы любите отдыхать? И черпаете ли вы вдохновение на отдыхе для написания стихов? Спасибо огромное за вопрос. Я действительно очень люблю отдыхать. И при первой возможности езжу, и за это часто мне это вину предъявляют, когда же вы работаете. Но так получается, что я и на отдыхе все время работаю, потому что а, инстаграм, это, извините, ну, куда уж деваться, рабочая платформа, и часто люди, которые этим занимаются вплотную, они знают, что это не такое же, не такое же легкое дело. Плюс ко всему, я просто не могу без путешествий. Ну, такая у меня мятежная душа, я когда долго сижу на одном месте, я затухаю. И мне вот, сейчас моя помощница ушла, она много может сказать о том, какая я остановлюсь, когда я долго не путешествую. Она говорит, Ангельса, может нас куда-то отправить? Езжайте, пожалуйста. Вот, что-то как-то с вами уже тяжеловато стало. Возможно, для меня такой способ, ну, переключения каких-то мозговых активностей, потому что на отдыхе совершенно другая, как, ну, как здесь. Вот, а что касается досуга, то мой основной интерес вообще в жизни, то, что я могу делать бесконечно, и делать всегда, это общение и наблюдение за людьми. То есть, общаться, узнавать людей, узнавать истории людей, встречаться с людьми. Поэтому очень часто я досуг провожу с друзьями или просто, я не знаю, я могу даже просто сидеть в кафе, пить кофе и наблюдать за людьми, и это будет мне в кайф, и я могу этим заниматься очень долго. Плюс у меня есть сын, который весь мой досуг переносит на себя, потому что если мне никуда не надо ехать, я в Москве, и я с ним, то мы, естественно, у меня детский досуг. Мы идем на какие-то детские активности, мы гуляем, мы ходим в какие-то зоопарки, и это абсолютно такой мамский досуг. Не могу сказать, что он как-то дает мне вдохновение, скорее как раз, когда я мама, вдохновение мое все умирает, потому что мой ребенок очень много внимания требует, и я вся в этом процессе, но это тоже большое удовольствие быть с ним. Спасибо. А так, конечно, я читать люблю, я не очень, наверное, киноман, когда я, когда я, скажем, есть с кем это разделить, сходить вместе в кино, тогда хожу, а вот так вот сама бесконечно смотреть сериалы, фильмы, вот не очень у меня получается. Я больше люблю смотреть на жизнь, изучать, что здесь происходит, чем там, за экраном. Спасибо. И еще один вопрос, пожалуйста. Спасибо. было очень приятно слышать, что вы находите тандем с художниками, а вот с музыкантами. Уже есть какие-то наработки? С музыкантами еще не пробовала, но, если честно, у меня есть в голове задумка, я просто пока поэтапно все делаю, и, может быть, я ее осуществлю, я хотела сделать такой моноспектакль со стихами. И, поскольку я перфекционист, я хочу сделать это очень круто, не просто я под рояль читаю, это уже все делают, и это, честно говоря, там, где я была, для меня немножко скучновато, как для визуала. Я хочу делать что-то более такое, посложнее намного, чтобы люди приходили действительно как на спектакль. А в спектакле есть декорации, есть образы, есть исполнители, вот, о таком я задумываюсь. Если это сложится, то сложится. И там, конечно, без музыкантов никак. То есть музыка должна быть однозначно. Вот. Ну и когда я читаю свои стихи, как это называется, ну, на видео снимаю, то там тоже музыка используется. Вот. А вы музыкант? Начинаю. Ну, вы мне пишите в директ, может, мы что-то придумаем. Я всегда за любое творчество. Спасибо. И, пожалуйста, в завершении встречи еще один вопрос. А что, уже завершается встреча? Вы нас гоните? Здравствуйте, Анфиса. Меня зовут Аня. Я безумно рада вас видеть вживую. Вы такая же классная, как и по телевизору и в интернете. Мое знакомство с вами вот тут на телеканале не произошло там, не когда был секс с Анфисой Чеховой, а когда вы стали ведущей постшоу украинского «Холостяка». И когда вы там были ведущие, даже тогда зрители говорили, что… Вы счастливый человек, вы не успели еще подумать, что я какая-то пошла женщина. Вы сразу увидели меня в другом углу. Да, абсолютно верно. И многие зрители еще тогда говорили, что комментарии Анфисы гораздо круче, чем психологи, которые там сидят. И я вот хочу дополнить комментарий мужчины, который говорил про прозу, когда я узнала, что выходит ваша книга. Я подумала, это 100% проза. И потому что вы такая искренняя, вам хочется верить, то есть вы очень, ну вот действительно без понтов, вы просто хочется, вот ждешь ваши ваши книги, именно где вы будете писать в каких-то своих рассуждениях. И мне вот, мне кажется, что уверенно это будет огромный тираж. Вот, вопросов у меня, к сожалению, нет, просто хочется пожелать вам удачи. И как бы мы очень ждем вашу книгу, вот именно, как вы подписывали. Ну не то чтобы с философскими рассуждениями, мне тоже кажется, что даже когда вы просто говорите здесь, просто можете стоять в диктофон, и вам нужен человек, который будет записывать за вами, потому что действительно, может быть, сись написать, это очень сложно, ну как бы вот нужно вдохновение, но вы просто вот у вас просто вы говорите и часто говорите очень классные мысли, и хочется прямо записывать, стирать. Спасибо вам большое. Мне очень приятно, спасибо. Я тоже с удовольствием напишу книгу в прозе, когда она из меня пойдет. У меня какой-то прозовый, извините, у меня запор. Ну плохое слово, но так и есть. Проза, сейчас даже я и в инстаграме все реже и реже пишу прозу, ну какие-то свои мысли в прозе, не знаю почему. Я просто предпочитаю не плыть против течения, если что-то сопротивляется и не дается, то, значит, ну будет время, даст со всему свое время. Сейчас вот как-то стихи вышли гармоничненько, а потом, может быть, и проза пойдет. Я просто возлагаю, даю большую надежду, что я все-таки буду, когда я стану сморщенной старушечкой, вот, и никому не будет интересно приходить и смотреть на меня и показывать с телеэкранов, то единственное, что мне останется, это съесть и писать прозу, вот, своей, собственно, красивой, прозовой, сморщенной рукой, вот, так что у меня время не могу он еще прозу писать. Спасибо большое. Все? Не будет вопросов? Да, ну я видела, что есть еще один вопрос, если вы располагаете время, то я только... Я до утра располагаю. Я вас помню. Я сегодня никуда не тороплюсь. Добрый вечер. В прошлом году, прошлой зимой, мы очень часто пересекались и могли видеть вас в городе Сочи. Планируются ли какие-либо съемки в этом году и когда вы вновь прилетите в наш город? Слушайте, да, у меня были съемки проекта «Взвешенные счастливые люди». Я три месяца прожила в Сочи и мне там очень понравилось. Просто потом я немножко устала там жить, потому что проект был тяжелый. И когда ты долго, долго, долго работаешь над проектом и в конце уже нервы напряжены, потому что одни и те же люди вокруг одно и то же делают. Конечно, я потом уехала из Сочи и говорила, я всегда больше не ногой. Я так устала от этих Сочи. Но сейчас, когда я отдохнула и этот проект уже остался в прошлом и закончился и вот это, скажем, напряжение сошло рабочее, я понимаю, что город прекрасный, это наш курорт, зимний, летний. И я обязательно туда приеду, как только, так сразу. Мне там было хорошо. Еще один раз? Можно? Добрый вечер. Анфиса, у вас в Инстаграме написано, что вы читаете тоже стихи, ну, на публику. Вот. Вы сегодня могли бы нам прочитать стих какой-то? Вы, наверное, этого боялись. И после тоже такой коротенький или на ворот вперед можно ответить. Вы, если читаете кому-то, читаете в каких-то кругах для кого-то? Ну, вот, какие-то вечера вот среди ваших? Не было никогда у меня вечеров. Мало того, я, в принципе, не читала на публике никогда свои стихи. Меня первый раз попросили это сделать на предыдущей презентации. Вот вы вторая. Я, к сожалению, никогда не читала. Я пока еще этого побаиваюсь. Я вообще сегодня немножко испугалась, увидев, как вас много, правда. Я до сих пор только начинаю отходить, потому что... Это ваше право. Ну, как бы, я не ожидала. Если у вас вдохновение будет, было бы хорошо. Я не ожидала, что столько народу и немножко ошарашено, потому что я знаю, ко мне приходит много народу, когда я веду вебинары или когда я приезжаю на какие-то там корпоративы, еще что-то вести, такое. Но вот мои стихи, я честно не ожидала. У меня самооценка в этом вопросе немного заниженная, наверное, потому что я говорю, что меня в детстве, например, часто критиковали в этом направлении. И когда я давала там стихи своему папе, он бесконечно мне говорил, как это плохо. В конце концов, мне надоело давать ему эти стихи. Я давала ему стих Пушкина, он сказал, это вообще бездарщина. А потом я дала ему стихи огни борту, и вот тут зашло, он сказал, наконец-то я хоть что-то нормальное прочитал. И поэтому немного меня всегда, ну, прочтение собственных стихов, может быть, еще пока я не разошлась в этом направлении. Вот. И такой как бы интерес к моему творчеству тоже вызывает во мне пока какое-то удивление. И я, да, я могу, конечно, почитать, но я не знаю наизусть стих. Меня уже в Инстаграме кто-то обвинил, а она сама написала не знает наизусть. Ну, сразу хочется отметить, что люди, которые сами не пишут стихи, они не понимают, что, в принципе, написать и знать наизусть это разные вещи. Вот. И стихи свои, собственные, тоже надо учить. И я могу позачитать, но, к сожалению, по книге, если вы не будете против того, что я это делаю не наизусть, то я это могу. Вот. Так. Наверное, я что-нибудь прочту. А что прочитать? Я даже не знаю. 95-й можно? Вы сейчас серьезно? Грустный, грустный, да, очень грустный. 95-й? Грустный? Вы запомнили? Конечно, да. 95-й, боже. И 122-й тоже. Грустный. Поэтому очень грустный. Вы сейчас шутите? Вы правда запомнились? Конечно. Номера стихов? Да. Которые, правда, что взяли очень много. Ой, серьезно? Не, не, я что-то не готова читать, они правда очень грустные. Вот. Я в прошлый раз... Нет никого, кто был в прошлый раз на презентации? Все, могу читать то же самое. Потому что я в прошлый раз читала свой самый последний стих, который был написан последним. И он, ну, знаете, так бывает, когда что-то последнее всегда нравится больше, чем все, что было до. Вот. И этот, 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 этот стих пока у меня самый любимый. Вот. Я его нигде не печатала. Тот, кто еще не читала книгу, тот точно. Ну, может, снимает, я все равно не буду это выкладывать, пока издательство не разрешает новые стихи выкладывать. Вот. Я вот этот, наверное, прочитаю стих, потому что он, ну, вот как-то, как-то пока на душе у меня. Называется этот стих «Это мой город». Это мой город. Он неуютный, недобрый, и все в нем запутан. Говорят, он не верит слезам, но я плачу здесь, не нуждаясь в доверии. И тебе он не по зубам. Ты чужой здесь, непризнанный гений. Ходишь, скалишься, ругаешь погоду, людей, которые не улыбчивые прут дороги не разбирая. Ты не можешь смириться с тем, что тебя здесь просто не любят, что тебя не ждут здесь дома, перекрестки и даже трамваи. Ты здесь лишний, другой, избавованный с охом, Манхэттеном скормленный. Ты хотел здесь найти любовь, но в городе нашем бесформенном она не падает с неба. Здесь хмурится, потому что в душах очень много намешано. Горе здесь от ума и слишком красивой женщины, не знающий себе цену. Ты мелочью гремишь в штанах и думаешь, все тебе по карману. А нет, здесь любовь верит только делам. У нее иммунитет к обману и пустой полтовне. В этом городе все болтают и бросают на улицы мусор, скомков слегка, чтоб никто не заметил. Здесь бросают людей, детей и слова бросают на ветер. Этот город слишком легко отражается на твоем лице. Ты все думаешь, ты не такой, не настигнут тебя на садовом кольце, не сожмут жернова, перемалывающие судьбы людские. Мы ведь тоже считаем себя не такими. Но город мой, он тебя никогда не примет, потому что ему не плевать, где и с кем я встречаю рассвет. Он как мать, он кричит мне, родная, домой, на плите стынет твой обед. Уроки учить пора и готовить новое счастье.